В русский язык слово «зонтик» попало в XVIII веке из голландского языка вместе со множеством других морских и военных терминов. Это Петр I постарался. В числе заимствованных терминов, обозначавших корабельное оборудование и оснастку, было и слово «зонедек», означавшее навес, тент или крышу из ткани над палубой. Постепенно «зонедек» обрусел и превратился в привычный нашему слуху «зонтик». И народ решил, что если у домика есть дом, у шарика шар, а у бантика бант, то у зонтика должен быть зонт. А зонта-то и не было никогда. Это классический пример обратного образования слова. Вот так получилось нерусское слово «зонт», которого не существует более ни в одном языке мира, кроме русского. Вот такой, понимаешь ли, парадокс. Сейчас очень трудно сказать, где и когда впервые появились зонты, но 3000 лет назад они уже были известны в Китае, Ассирии, Индии и Египте. Загар, за которым на пляже Америки, ну вот завтра с утра рванут миллионы людей, в давние времена считался приметой лохов и бедноты. Господа голубых кровей не позволяли своей бледной до синевой кожи попадать под солнечные лучи. Поэтому зонт быстро стал и своеобразным символом власти. С ним могли появляться только мандарины, фараоны и прочие важные персоны. Вес и размеры зонта в буквальном смысле были прямо пропорциональны положению его владельцев в обществе. В Китае, например, особой популярностью пользовались гигантские зонты, напоминающие пагоды. Царь Бирма имел титул владыка большого зонта, а тайландский правитель именовался царем белого слона и властелином 24 зонтов. Позже, когда зончик появился у греков, он на время утратил свой монарший статус. В демократическом греческом обществе им пользовались зажиточные гражданки, стремившиеся сохранить благородный светлый тон кожи. Интересно, что ни в Древней Греции, ни в Древнем Риме мужчины зонтами не пользовались, так как это считалось проявлением излишней изнеженности. Зонт носили исключительно женщины. Мужчина с зончиком выглядел, мягко говоря, подозрительно в Древней Греции. Долгое время зонты служили для защиты именно от солнца, а не от дождя. Об этом говорит и его название. Слово «амбрелла» с итальянского переводится как «тень», а французское название зонта «парасоль» означает «для солнца». Считается, что первым дизайнерским зончиком щеголяла Мария Антуанетта. Его каркас был изготовлен из китового уса, а вес составлял, между прочим, более полутора килограммов. Серьезный был зонтик. Разумеется, подобную тяжесть королева носила не сама. При дворе появилась специальная штатная должность – почетный зонтоносец королевы. А в 1772 году в истории зонта произошло событие, которое в корне изменило его предназначение. Над дамским зонтиком поработал англичанин Джон Ханвей, заядлый путешественник и экспериментатор. Он заменил тофту и кружево на более скромную, но зато более практичную плотную ткань и, прикрываясь своим вариантом парасоли, стал периодически устраивать прогулки под лондонским дождем. Свой первый променад он совершил под свист и хохот толпы. Настолько комично выглядел, по мнению тогдашних англичан, мистер Ханвей. Однако скоро выяснилось, что изобретение Ханвая – настоящее спасение для тех, кто не имеет собственного экипажа. Кстати, складной зонтик тоже дело рук англичанина Ханвая. А вот над Робинзоном Крузо смеяться было некому. Чтобы дождь и палящее солнце не мешали ему путешествовать по острову, Робинзон, если помните, смастерил зонтик наподобие тех, что видел в Бразилии. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу, читаем в романе Дефо. «Дождь стекал по нему, как по наклонной крыше. А когда он мне был не нужен, я закрывал его и нес подмышкой». После выхода этого романа английские зонты стали называть Робинзонами. К 40-м годам 19-го века удобные складывающиеся зонтики распространились уже повсеместно. Несмотря на то, что элегантные дамские парасольки от солнца по-прежнему были актуальным товаром, к началу 20-го века практичная дождевая модель Джона Ханвея все же победила. Немалую роль в этом, конечно, сыграли мужчины, дружно взявшие зонты от дождя на вооружение. Ну а вскоре зонт обрел новый имидж, романтический. Смена имиджа он во многом обязан кинематографу. Названия фильмов говорят сами за себя. Двое под одним зонтом, зонтик для новобрачных, ну и, разумеется, шербурские зонтики, которые напомнили, что зонты – это не просто прикрытие от дождя, а элегантный аксессуар, который, к тому же, может стать главным героем красивой истории. Ну что ж, очередная история из цикла «Тайны и привычных вещей» подошла к концу. Это шоу «Почти дома», а мы возвращаемся к нашим музыкальным гонкам. что будет за песня, сейчас узнаете. Приготовьтесь голосовать за нее.